В истории нет и не было примеров, чтобы после братской помощи Москвы хотя бы одна страна в мире стала жить лучше прежнего. Жуткая закономерность. Везде, куда входила Москва, она приносила с собой войну, гуманитарную катастрофу, бедность, сужение гражданских свобод и экономическую отсталость. Интересно, что в 50-х годах прошлого столетия Кремль уже создавал ДНР и ЛНР. Это происходило на Корейском полуострове. И в итоге получилось КНДР. Не было никакого Ким Ир Сена, вождя КНДР, а был капитан советской армии Ким Сон Джу. Имя и пристойную легенду прославленному партизану Ким Ир Сену сочинили и раскрутили уже в Москве. Молодого Кима привезли из Москвы в Пхеньян, переодели форму офицера советской армии и назначили национальным вождем. С ним было около 40 корейских партизан, все в форме советских солдат. Такие себе вежливые зеленые человечки с раскосыми глазами, примерно такими же, какие сейчас моргают из дула танка на Донбассе. Так Москва стала готовить гражданскую войну в Корее. Ну, что-то вроде свержения Сеульской хунты, которой досталось разгромленное японцами государство, с огрызками деморализованной армии и абсолютно не было ни одного самолета или танка. В отличие от Севера, куда Москва перебросила мощный арсенал легкого и тяжелого вооружения. Ничего не напоминает? Ким Ир Сен телеграммами да и при личных визитах в Москву уговаривал Сталина прощупать Южную Корею штыком. Он убедил Сталина, что народ на юге только и ждет помощи, чтобы восстать против антинародной сеульской хунты. Короче, Сталин введи войска. 25 июня 1950 года 7 дивизий Ким Ир Сена при поддержке 150 советских танков Т-34 атаковали юг и за 4 дня взяли Сеул. Владимир Путин, эм, извините, Иосиф Сталин и министр иностранных дел Сергей Лавров, эм, то есть, пардон, Андрей Вышинский, приказывают советскому представителю в ООН Якову Малику, Чуркину тех лет, бойкотировать заседание Совета Безопасности. Когда Малик по приказу сверху покинул зал заседаний, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которая признала целесообразным ввести войска ООН для обороны Республики Кореи. За три года война полностью разрушила экономическую, политическую и общественную жизнь полуострова. Закончилась она стремительно, всего через три месяца после смерти Сталина. Это я совсем ни на что не намекаю. КНДР сегодня – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающая исключительно за счет гуманитарной помощи, которая в том числе приходит из США, Японии и Южной Кореи. Южная же Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Новейшие истории Северной и Южной Кореи, Западной и Восточной Германии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Молдовы и Приднестровья, Хорватии и Сербии, Грузии и Абхазии – это все иллюстрации к атласу русского мира. Сейчас в него пытаются вклеить еще три странички – ДНР, ЛНР и Крым. Хотя не на тех нарвались. Что-то у них идет не так. А значит, этот эксперимент станет исключением из правил арифметики русского мира.